Вот так пограничники уничтожают цели противника на южном направлении в Донецкой области. Их зона ответственности от Красногоровки до Углидара. Мы едем на одну из локаций, где бойцы Краматорского погранотряда усиливают позиции вооруженных сил Украины. Видим, как вдалеке что-то горит. Уже на месте нам говорят, что такие очаги сейчас можно увидеть довольно часто. Российские войска пытаются наступать, но их успехи мизерные. Нам показывают, чем воюют аэроразведчики. На вооружении американские, шведские боеврипасы, а также украинские. Это вот спасибо нашим финским друзьям. Финская граната, как и все финское с непроизносимым названием. Хорошая штука. Вот эти сами делаем. Это печатается на 3D принтерах волонтерами. Вот такая штука. В нее ставится вот такой накольник. Там все переделано, все безопасно. Потом снимаешь, вешаешь, летит, выравнивается. Бабах и все. Боеприпасы крепятся к дроном, которые поставляются зарубежными партнерами и волонтерами. Летающих птичек необходимо очень много, ведь в зоне боевых действий это расходный материал, который спасает десятки жизней. Война, ну по определению западных наших экспертов, уже украинскую мову буду как-то казать, как это на русский перевести, она ситецентрична. То есть в первую очередь выигрывает тот, кто владеет информацией и кто владеет информацией быстро, оперативно и может управлять информацией. То есть скорость принятия решений зависит. От скорости принятия решений зависит жизни бойцов. Дроны помогают это делать быстро, дроны помогают это делать качественно и глубоко. Есть определенные классы дронов. Есть крылья, есть ударные беспилотники, камикадзе. Есть вот эти весильные дроны, но это самые распосюдженные, особенно те, которые мы все знаем, это мавики. Мавик может поднять и доставить на позиции противника до 600 граммов смертельных сюрпризов. Более мощные дроны могут приносить на себе до килограмма. Нам показывают один из способов сбрасывания боеприпасов. Технология сброса через крестик. Ну, F1 стандартная. Накручивается. Вешается скид. Это сброс. Спасибо Андрею из Винницы. Самые лучшие сбросы в Украине. Андрюха. Ставится граната. Сюда зажимается. Сброс универсальный под гранаты, под Воги, под сороковки. Вот эта сороковка американская. Это Вог 17 стандартный. Ну, переделанный, естественно, чуть-чуть. Смысл в чем? Вот этот крестик, он очень хрупкий. И в момент удара о землю он падает и высвобождает Чеку. А еще показывают советское наследие. Настолько глубоко модернизированное, что от оригинала в нем лишь корпус. И тут на автомате висит 2500 долларов. Которые вы вложили для того, чтобы модернизировать? Да. Для того, чтобы из него можно было немножко стрелять. Калаш – это просто то, что е. А мы сейчас, ребята, идем к системам АР-15, которые точнее, легче. И все, поверьте мне, все бойцы в России, те, которые не дебилы, они знают, что АР-16 лучше. И Айфон лучше. И Мерседес лучше. Привет, ребята. Все познается в сравнении. Аэроразведчики собираются на плановые учения. Завтра они поедут отрабатывать по противнику. А сегодня на полигоне совершенствуют тактику сбрасывания боеприпасов. Пограничники посыпили на дрон самодельный боеприпас, который изготовили самостоятельно. И на дроне боеприпас отправился поражать цели противника. Это, в принципе, разработка волонтеров. А начинку сделал Денис. Начинку мы ищем сами. Там есть у нас пластид, там есть у нас поражающие элементы, там есть заряд. И он действительно работает серьезнее, масштабнее и с большим поражающим элементом. Расскажите, как прошла операция ваша? Все хорошо. Попали в цель? Так. Да. Дроном пользоваться легко. Дроном пользоваться легко. Необходимо немного научиться, как правильно скидывать в цель с высоты, высчитывать траекторию полета. Для этого есть специальные программы. Благодаря им немного легче сбрасывать боеприпасы на позиции противника и на его пехоту. Благодаря поддержке всего мира, украинская армия вышла на новый уровень введения войны, признаются пограничники. Если в прошлом году в Неве преобладали дроны российских войск, то теперь ситуация поменялась коренным образом. Анастасия Волкова, Артем Воронин. Из Донецкой области. Для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова